Я могу не прощать, потому что во мне есть прощение от Бога, то есть я это... Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. Дары и призвания не подлежат пересмотру. Я очень рад, что мы можем быть вместе. Я веду общину, которая называется «Магин Исраэль» и занимаюсь тем, что преподаю библейские уроки, учу Библии. И сегодня я хотел бы рассмотреть с вами очень такую важную, интересную тему. И это тема, которая относится к евреям и к неевреям, как модно говорить, к Израилю и к неизраильтянам. Но сегодня очень это важная тема. Сегодня мы видим, как исполняются пророчества Писания, мы видим, как исполняются слова Иисуса. И сегодня даже пандемия, в которой мы оказались, карантин, оказалось, что даже это было предсказанным Иисусом, предсказанным в Писании. Потому что будут и моры, и глады, и болезни. Но мы должны помнить, что это еще не начало конца. Но это для нас, Бог бросает для нас вызов, что мы можем трудиться, мы можем еще работать. И это мы видим. И сегодня мы поговорим об очень такой важной теме, о теории двух заветов. Правда или это неправда? Вы, наверное, слышали когда-то или сталкивались с этим в литературе, между другими, какими-то в разговорах, может быть. Я помню, что у нас был один разговор с одним очень серьезным верующим пастором. У нас была такая ситуация. Один из евреев, который захотел ходить в церковь, принять водное крещение, мы пришли к нему в церковь и говорим, «Вот, товарищ хочет принять водное крещение, хочет стать частью церкви, ему было ближе церковное поклонение, церковное служение». Этот человек на нас посмотрел и сказал, говорит, «Евреям не надо, евреям не надо, вам сюда ходить не надо, ищите себе в другом месте, вы и так хорошие евреи». Да, страх, который возникает у христиан, которые видят еврея, и которые, может быть, даже наслышаны. Вот эта аура всего того, что происходило с евреями в Холокост и до Холокоста, для многих столкнулась с тем, что многие начали себе воображать и ставить, возникли многие неправильные теории, которые жалко, но они имеют место в том, что мы слышим и это видим. И мы сегодня поговорим, насколько важно еврею стать, войти в завет с Богом, и насколько важно понимать, что где Писание говорит, что такое заветы, есть такая теория, что есть для неевреев, для христиан есть один завет, а для Израиля, для иудеев есть другой завет. Но мы давайте посмотрим, что говорит об этом Писании, что говорит история, контекст. И знаете, для евреев первого столетия вера в Иисуса, как в Миссию, это было обычным делом. Их вера не отменяла их еврейством. Первые, кто принял Иисус, это были апостолы. Апостолы были евреи и проповедовали евреям. Первая церковь состояла в основном из евреев. И первая церковь выражала себя как по-еврейски, выражала себя в еврейском контексте. Даже мы знаем в истории Писания церкви, истории церкви, что еврейская церковь или еврейско-миссианская община в правильном контексте Писания Нового Завета говорить не церковь, а правильно говорить, что первая миссианская община, она была частью иудаизма. И в этом время происходили определенные изменения и не было разделений. Миссианские евреи ходили в храм, миссианские евреи поклонялись, миссианские евреи исполняли закон. Помните 22 главу книги Деяний? И на первую миссианскую общину все смотрели. Но после разрушения, после того, как разрушился второй Иерусалимский храм в 70-м году, то миссианских верующих стали рассматривать как отступников. И после разрушения Иерусалима евреи, которые остались верны Иисусу, их было немного, их рассматривались как остаток. И на протяжении веков, что мы видим, то, что мы видим, на протяжении веков всегда оставался остаток. И в Европе оставался остаток, и во всем мире оставался остаток. Помните, когда Павел проповедовал в европейских странах, когда насаждалось служение христианством, то было. Но начало разделения, когда все-таки мы видим начало разделения. Ведь церковь всегда, или, можем сказать, миссианская община, всегда была совместным служением. В Риме до Константина, и даже во время, пока Константин не уверовал, в Риме рассматривалась церковь как часть еврейского служения. Даже есть исторические отрывки, где об этом описано. Но после Никейского собора, после Никейского собора в 325 году, это стал отчетным поворотным пунктом для истории церкви. С тех пор вся принятая, с тех пор, когда был принят церковью антизаконы, которые основывались на антииудейском основании, церковь стала церковью Константина. Произошел теологический сдвиг во всей церкви. Церковь себя начала называть Новым Израилем, и церковь начала отождествлять себя с Царством Божьим. Так как Бог обещал Царство Израилем, так и церковь взяла на себя ответственность, взяла на себя обетование Израиля. Поэтому церковь стала называться Новым Израилем. Хотя в Риме христианство стало официальной религией, в Риме то отношение христиан к евреям изменилось. Были заменены пасхальные, противоречия появились, также появились, поменялся день поклонения и многое другое. И в Первом веке самым спорным доктрианальным вопросом, который стоял перед церковью, какое место занимают неевреи в церкви? И их принимали без условий. Книга «Деяния» об этом нам хорошо говорит. Первые, которые взяли на себя, появилась церковь, то они связывали связь смерть Христа с судьбой евреев, и которые родились даже позже распятия. То, что мы читаем сочинение отцов церкви. И Августин в начале V века пишет, «Вы, евреям он пишет, вы в лице ваших предков убили Христа». И Августин объясняет, и дал объяснение, почему страдают евреи, и почему христианам не надо евангелизировать евреев, ведь они распяли Иисуса. Августин совершенно не думал о воле Божьей, и он больше рассуждал о том, какие последствия должны понести евреям. Его современник, отец Ероним, комментируя 108-й Псалом, говорил, «Евреи-скитальцы, ибо они распяли Бога и Господа нашего». То есть вот так было определенное понимание, историческое понимание, почему евреям не надо проповедовать Евангелие, и почему они страдают. В католицизме существуют две традиционные теории. Первая – это теория пророческого исполнения все, что исполнил Иисус, все мессианские пророчества, которые были записаны в Писании. Он все исполнил. И то, что он должен… Он ввел начало мессианской веры. И то, о чем молились евреи. Но духовная слепота евреев, непринятие и исполнение пророчеств, то есть за это их Бог наказывает и забрал у них их призвание, забрал у них заветы и все отдал в Новый Израиль, то есть в церковь. Второе – то, что есть теория, которая говорит, что Христос пришел, освободил нас от закона, от времени Торы. То есть весь еврейский опыт с заветом, союза евреев с Богом через соблюдение Торы был замещен индивидуальным союзом. И вот эти две теории до сих пор мешают католикам вести общение, диалог между евреями и католической церкви. И один из примеров, хорошо, что до сих пор он есть, один из примеров из истории. В 1942 году один из словацких раввинов обратился к католическому епископу, архиепископу, высокий чин, чтобы он попросил или воспрепятствовал тому, чтобы евреев вывозили в концлагерь. И архиепископ ему ответил, он говорил, дело не только в депортации. Вы не умрете там от голода и болезни, они убьют вас всех, старых и молодых. Это наказание, которое вы заслужили за смерть нашего Господа и Спасителя. Такое мнение принадлежит католикам, которые до сих пор считают, что евреи страдают из-за этого, что это как бы наказание, суд за то, что случилось 2000 лет назад. Евреи рассматриваются как проклятый, как оставленный Богом народ. И только небольшая группа, хотя небольшая группа содействовала к распятию, но все виноваты. И обвинение в убийстве Иисуса или Богу убийстве было до 1965 года, где четко распространялись и говорили вот эти ложные зна. И возлагалась коллективная ответственность евреев за убийство Бога. Православные тоже не очень хорошо относились, совсем не хорошо относились к евреям. И почти в любом сочинении отцов можно прочитать, как они громили евреев, как они выступали против евреев. Можно почитать и Оригена, и у Милинтона, у отца Сардийского. А самый интересный, яркий представитель Иоанн Златоуст, считался которым очень крепкое, сильное слово у него, он говорил такие слова. «Что касается меня, я ненавижу Синогову, и по этой причине я ненавижу евреев». Он в венгелизации и сострадании к евреям, чтобы привезти их к Иисусу, оказать им какую-то милость, не было не сказано в церкви ни одной проповеди. Каждый христианин или язычник, который преследовал или убивал евреев, действовал как орудие гнева Божия. Интересно, что как теперь смотрят взгляд протестантских богослов, как смотрит протестантская церковь, мы знаем, что есть три разные взгляда, и как поменялся или как менялся взгляд, богословский взгляд на отношения к евреям, к евангелизации, как евреи должны быть в церкви, какое их место в истории церкви и в будущем, какое они будут занимать. И один из самых таких серьезных вызовов, то, что был брошен протестантской церкви, это, конечно, Холокост, это, конечно, Вторая мировая война. Многие церкви столкнулись, увидели воочию, что произошло с евреями. Сама церковь, даже протестантская церковь, в Германии, в Европе разделилась, какая-то часть поддерживала того, что случалось, хотя нацисты оторвали весь еврейский контекст, из Писания пытались показать все то, что Библия, она не еврейская, и убирали все еврейское. И кто-то соглашался, кто там, другая часть церкви, была другая церковь в Германии, исповедующая церковь, которая восставала, противостояла этому. Мы знаем, что яркий представитель этой церкви был Рихард Банхофер и другие, которые выступали против. Но сама теология, сама теологическое объяснение, что многие христиане после Холокоста отказываются проповедовать, отказываются нести слово Божьей евреи. И наиболее распространенная теория, это, конечно, богословие замещения, или теория замещения, что многие протестанты верят, как и католики, что церковь заменила, церковь заменила Израиль. И теперь вместо еврейского народа в плане Бога, это, конечно, церковь. И объединяя евреев и церковь, то они полностью исключают еврейский народ. И большинство авторов не хотят даже верить или отвергают тот факт, что первая церковь состояла из евреев, первая, как мы уже говорили, первая мессианская община. Это была мессианская община, не церковь. Термин церковь вообще пришел намного позже. Интересно, что один из теологов говорит, в контексте Нового Завета ветхозаветные писания, написанные апостолом, в первую очередь предназначались для христиан-язычников. В церкви видели Новый Израиль, подденного наследника Ветхого Завета. Другой теолог говорил, его звали Мартин Нотт. Сам Иисус и его слова и поступки больше не принадлежат истории Израиля. В нем история Израиля подошла к своему концу. Они не приняли его, как обещанного спасителя. Только многие последовали за ним. И тем самым, только немногие последовали за ним. И тем самым способствовали возникновению совершенно чего-то нового. Иными словами, иудаизму, библейскому иудаизму, я хочу сказать, чтобы мы понимали, что во времена даже Иисус существовал библейский иудаизм и существовал раввинистический иудаизм. И многие христиане, не разобравшиеся этим, пытаются использовать или обвинить мессианский иудаизм, библейский иудаизм, тем, что вот что делали или что говорят о вас. Но на самом деле мы должны не путать. Даже во времена Иисуса было то, что Иисус исповедовал, библейский иудаизм. Иудаизм Торы и то, что исповедовали сами раввины, это был раввинистический иудаизм. Толкование, предание. Иисус очень сильно говорил, помните, он говорил, почему вы отвергаете заповедь Божию? Он даже не так, он говорит, вы отвергаете заповедь Божию. Поэтому, это важный очень момент. теперь теория замещения признается, что вселенская сверковь рассматривается как сообщество Ветхого Завета. То есть, древняя та церковь, состоящая из Евреи в Ветхом Завете, теперь все то, что принадлежало Ветхозаветной церкови, теперь она принадлежит Новозаветной церкви. церковь себя объявила Новым Израилем, и теория замещения Израиля проходит через все 20-е столетие. Мы с этим столкнулись, когда начался Холокост, тоже мы уже, я говорил об этом, мы слышали об этом, что для многих это был ответ на то, что сделали, почему евреи страдают. Интересно, что даже Мартин Лютер, основоположник протестантского антисемитизма, говорил, толкуя отрывок Бытие 35-16, он говорил, когда родилась Евангелие, благодаря служению Христа и его учеников, Рахиль ложилась и умирает, то есть синагога иудаизм. Дитя, рожденное ценой смерти матери. Даже в искусстве среднего века очень сильно показывалась разница между церковью и синагогой. В одном из соборов, в соборах в французском городе Бурже есть церковь, где изображены две статуи, две женщины. Одна женщина символизирует церковь, другая женщина символизирует синагогу. И церковь такая торжествующая, радостная, от синагога корона на голове сползла в печальном виде, то есть с повязкой на голове, то есть полностью то, что она лишилась славы Божьей, полностью лишилась богоизбранности. И многие теологи объясняют о том, что почему так произошло, на примере Матфея 21.18, где есть притча о смоковнице, да, что Иисус не только мы-то знаем, что Иисус показал свою власть, показал свою власть ученикам, но многим он говорит такие слова, да не будет спретить, не будет спретить тебя плода вовек, и после чего дерево засыхает. И в аллегорическом толковании многие смотрят, что смоковница это иудаизм, который позже потерпел духовное банкротство и был заменен христианством. Но вопреки, истеричи, но Бог поругаем не бывает, но вопреки ожиданиям теологов и пророчествам многих, да, неграмотных людей, деревом, да, мессианское дерево, дерево евреев не засохло и не исчезло. Оно осталось цветущим и энергичным. И то, что мы читаем, дальше одна из очень важных, то, что пришло к теологии замещения, это пришло после Второй мировой войны, после Холокоста, пришла другая на смену теория, называется теория двух заветов. И то, что мы очень важно сегодня будем рассматривать. Эта теология представлена и разработана еврейским неортодоксальным философом Францем Розенцвейгом. Он очень дружил с такими либеральными христианскими теологами, как Рехальд Нибур и Джеймс Паркс. И эта теория говорит о том, что разный подход у Бога к евреям и к неевреям, к язычникам. И согласно этой теории, что через завет с Авраамом и Торы, данные Моисеем, евреям не нужно приходить ко Христу. Им не нужно приходить ко Христу, у них есть свой личный завет с Отцом. А для язычников есть Иисус, через него они могут иметь доступ. И учения о двух этих заветах позволяют жить в согласии евреям и христианам. То есть, чтобы эту теорию придумали неверующие, один неверующий и два либеральных таких теолога, чтобы уменьшить трение или враждебность между евреями и христианами. И в качестве библейского основания они рассматривают отношения между Ветхим Заветом с Национальным Израилевым и Новым Заветом. Опять же, с Домом Израилевым. Мы читаем в Иеремии 31-31 сказанном, что вот наступают дни, когда я заключу с Иудой Новый Завет. Новый Завет. И это очень важная структура, то, что ссылаются также на 2 Коринфянам 3-14, где Павел пишет, они евреи, услышат чтение Старый Завет, то есть у них остается, что для язычников язычники вошли в Новый Завет. И то есть вытеснение происходит, что церковь или Новый Израиль вытеснил уже Старый Израиль, да? То есть Бог отказался от евреев, отказался от обещаний для евреев, и теперь его избранный народ на земле, это христиане, это его церковь. Бог отказался от своих обещаний, которые он обещал евреям через Авраама. Но если мы посмотрим внимательно этот Завет, то мы посмотрим, что Завет с Авраамом записан в Бытие 12, 15, 15 и 17. Он отличается от других Заветов. Мы знаем, еще есть Завет Адама, Завет Ноя, Завет Адама и Ноя носят универсальный характер для всех народов, то Аврааму интересно, что Бог обещает землю, Бог обещает потомство. Павел пишет, что обещание относится, к которым мы получаем через Авраамов Завет для евреев и что это Завет, который относится только к потомкам, плотским потомкам Авраама. Первое, 17.7, что этот Завет вечный, он никак не может быть заменен другим, более поздним Заветом. Второе, он принят веру 17.7 и внешнее 15.6, интересно, что внешнее выступление Завета с Авраамом это обрезание. И оно должно сопровождаться внутренним обрезанием цели, внутренним обрезанием сердца. Интересно, что филиппийцам 3.3, Павел пишет, итак, Авраам Завет вечен, что последователи Христа это дети Авраама, следовательная часть этого Завета через веру, что все, кто верит и кто родился от Авраама получают, становятся дети Авраама. Но согласно есть возражение по этому поводу, согласно Галатам 3.7, что Павел говорит, кто возражает от Плотского Завета с евреями, говорит, что все, кто крестились во Христе, это являются частью Завета с Авраамом, семя Авраама. То есть крещение заменило обрезание. Следующая Римлянам 11 учат, что непослушные евреи оторваны от родословной Авраама, так как вместо них привиты к дереву Авраама. Но также есть возражение, что в эпоху после потопа универсальные законы, универсальные законы, что такое универсальные законы, это закон Ноя, семь законов Ноя, которые получили все язычники, все народы, потому что во время Ноя, открою вам секрет, не было еще евреев, евреи появились намного позже, получили все народы, и в лице уже Авраама это, они также получили этот Ноев завет в лице до того, пока Бог не заключил с Авраамом завет, который говорит, что потомство его, потомство, это отдельный завет, через которого, что, через завет с Авраамом, завет с Авраамом, потомки его получают благословение. И согласно Маймониту, что почему Маймонит говорил, что те, кто верят в божественность Иисуса, то они нарушают законное. Но вот то, что мы говорили, то, что Жуцин Цвейк говорил, христианство признает Бога евреев не как Бога, а как Отца Иисуса Христа. Само христианство прикрепляется к Господу, потому что знает, что Отца можно достичь через Иисуса. Мы все полностью согласны в том, что Христос и Его Церковь являются благословением. Никто не может достичь Отца, кроме как через Него. Никто не может достичь. Но ситуация совершенно иная для того, кому не нужно достигать Отца, потому что Он уже с Ним. Это верно для народа Израиля. То есть сама концепция говорила, что для язычников нужен Иисус, так как они не знали до этого, они были оторваны. Но евреям уже Иисус не нужен, потому что есть у евреев прямой доступ. И после этого интересно, что римско-католическая церковь изменила свою доктрину после Холокоста. Они говорят сейчас и не только католическая церковь говорит, и многие мы слышим протестантская церковь говорит о том, что у евреев есть другой путь, другой путь к Богу. И это было положено этот завет этим разное два разных завета это положено было в 20 веке совсем недавно. Даже Ян Павел Второй один из таких прогрессивных людей нашего времени он говорил он поддерживал отношения между католиками евреями он поддерживал своими словами он выступал в Берлине и обсуждал свои взгляды с представителями католического священства и отношения с евреями что он утверждал что завет Бога с евреским народом никогда не отменялся. Он процитировал такие слова католики будут стремиться лучше понять все что ветхом завете сохраняя непереходящую ценность поскольку эта ценность не была уничтожена дальнейшим толкованием нового завета завет который напротив дал старому его более полное значение и и вот тут мы видим двойное двойное с одной стороны католики утверждают что все 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 нету нету никакого ветхого завета все новое все пришло все уже церковь является вот этим самым главным сейчас о чем бог заботится с другой стороны теология меняется евреям не нужно евреям не нужно евреям совсем совсем по-другому любимый папой по-другому они живут это очень такой важный момент в теологии потому что эта теология также перешла и на протестантов и существуют разные взгляды на отношения этих заветов отношения двух заветов которые говорят протестанты существует такая более жесткая позиция которая выражалась лютером и другими протестантами что согласно тому что евреи отвергли Христа эта позиция такая называется суперсессионизм суперсессионизм то есть добавка получается что они осуждены евреи осуждены богом лишены общения с богом то есть полностью другая есть представлена другая теория которая говорит что замысел замысел изначально бога был в том чтобы церковь и иудеи вошли в совместное совместное было у них евреи и язычники были вместе и все обетование которое наследовало церковь перешло как как возвещали пророки как возвещали люди из как возвещали об этом то есть все перешло как бы на внутрь церкви то что мы знаем да есть такое понятие сегодня что это значит как оно вылилось это сегодня мы знаем что многие говорят что все евреи должны поехать в Израиль там вот там когда они поедут в Израиль там они спасутся и когда они тогда они воззовут и тогда вернется Иисус мы видим что вот эти добавки которые произошли в теологии в сдвиге в теологии в сдвиге теологии католиков которые повлияли также на теологию протестантов то мы сейчас видим выражается в том что в 90-х годах появились разные христианские такие хорошие организации которые помогали очень евреям выезжать в Израиль но ошибка была в том что то есть все было хорошо то что надо помогать евреям ехать в Израиль что евреи могут жить на своей родине это очень хорошо это правильно Бог дал евреям Израиль их страну это их место это Божье определение это их дом но в то же время было отступление от того что или согласован что по понятию теологии второго завета что евреям не нужно проповедовать Евангелие у них есть свои отношения с Богом с одной стороны противоречия с другой стороны и объяснение почему евреям почему только евреев надо вывести в Израиль и теория замещения и теория двух заветов очень сильно соприкасаются и очень сильно и вызывают много споров и кто-то говорит а как же без евреев кто-то говорит а как же церковь без евреев как церковь будет без евреев как будет как будет будут получаться все благословения другие говорят посмотрите что церковь это уже исполнило все исполняется все пророчества в церкви что Бог сейчас больше занимается своей церковью но мы знаем что мы живем в прогрессивном откровении прогрессивном откровении это что значит такое прогрессивное откровение это значит что каждая книга писания каждая книга писания она открывает следующую книгу понимание дает следующее понимание первое что первое то что мы должны помнить понять через то что мы будем сейчас смотреть то что говорит писание что впереди у Израиля прекрасное будущее римлянам 1126 сказано и так весь Израиль спасется римлянам 1115 сказано что будет принятие Израиля как не жизнь из мертвых но Израиль может спастись как Павлу Израиль может спастись когда он станет часть церкви или когда будет совместно с церковью когда он будет с язычниками второе очень важный момент что писание говорит Осия говорит и помилованную и помилую и не помилованную и скажу не моему народу ты мой народ и он скажет ты мой Бог то есть здесь тоже пророчество происходит о том что между что на Израиль распространяется понятие что им тоже нужно будет получить помилование им нужно получить благословение также есть такое один из сегодняшних богословов это Эриксон он говорил такие слова церковь это Новый Израиль в Новом Завете она занимает место Израиля Ветхом если в Ветхом Завете царство Божье населялось народом Израиля то в Новом Завете в него входят члены церкви но у народа Израиля есть будущее и он оберет его благодаря всеобщему обращению ко Христу и вхождению в церковь сегодня мы будем рассматривать как Писание где говорится об этом как расширяется семья Израиля и то что написано что евреи и язычники должны соединиться под главенством Иисуса Писание называет это Новым Человеком Ефесянам 2.15 сам же Эриксон говорит в определенной церкви туда входят евреи и неевреи и это называется истинная церковь или истинная экклесия об этом также говорят и православные и католики то есть задача церкви объединить объединить евреев и язычников но то что мы говорили раньше в этом есть и большая то есть как бы считается что сначала должно по римлянам должно войти полное количество язычников давайте посмотрим это римлянам одиннадцатого говорит двадцать пятьстых ибо не хочу оставить вас братья в невидении а тайне сей чтобы вы не мечтали о себе что изосточение произошло в Израиле отчасти до времени пока не пойдет полное число язычников итак для нас это очень важный текст который мы должны помнить и мы будем перейдем но первая очередь почему нужно евангелизировать евреев как это важно евангелизировать евреев с самого момента избрания еврея Авраама и самого переизбрания его как родоначальником еврейского народа и до выхода евреев из Египта мы знаем что Бог как бы заложил основание что этот народ будет как бы его семьей особой семьей раз второе то что Бог заложил в этот народ призвание что этот народ должен быть служителем или священным или священческим народом после выхода евреев из египетского плена Господь сокрушает фараона египтян и их идолов их веру на то время Египет был самой сильной нацией и победив Египет Бог показывает превосходство свое да Эль Гибор превосходство над всей землей над всеми народами и так спасение евреев из Египта и дарованием призвания является прообразом всеобщего спасения евреи были бессильны себя спасти они не могли нанести поражение Египту и благодаря могуществу Богом они вышли из Египта и перешли Красное море то есть элементы спасения которые переносятся на всех да сам себя человек не может спасти его сил недостаточно чтобы получить спасение и мы и спасение и мы нуждаемся в спасении то есть само спасение это акт Бога когда когда евреи выходили из Египта у них была определенная заповедь они должны были принести в жертву пасхального акца и ангел губитель который шел через их дома он должен был увидеть крас кровь на косяках дверей и он не мог зайти то есть благодаря спасительной или заместительной жертве крови их дома их первенцы были сохранены перед тем как евреи вошли в землю обетованную в Израиле должна им получилась Тора и мы знаем что Тора это конституция по которой должен быть существовать и жить Израиль это Бог получает и он поддает Моисею который дает Тору для всех для евреев и он говорит такие слова вы видели что я сделал с египтянами и как я носил вас на как я вас носил на крыльях и принес вас к себе то есть если интересно в оригинале сказано как я сделал вам Песах и так если вы будете слушать глаза моего и соблюдать завет мой то будете моим уделом и всех народов ибо моя вся земля а вы будете мне царством священником народом святым вот слова которые ты скажешь нам Израил то есть Бог сообщает евреям причину своего почему он спас их из Египта Бог сообщает внимательно посмотрите 6 стих а вы будете мне царственным священством это причина спасения и причина существования еврейского народа и в древнем мире священники выполняли две функции они учили о Бога о Боге говорили о Боге и вторая функция это значит заступаться перед Богом да ходатайствами жрецы были посредниками и посредниками между людьми и Богом так и Бог указывает евреям очень важно говорит что вы будете царственным священством он дал им повеление разнести Тору разнести Божье Слово Божье во все народы и так Бог мы видим что через Тору через спасение евреев Бог запланировал создать царство священников народ служителей учителей пастырей ходатай учеников таким образом чтобы всем народам было известно истина Бога или было известно о Боге о монотеизме и это мы видим что происходит то есть главная задача почему Бог спас евреев или почему нужно было нужно спасение евреям как и язычникам чтобы стать для служения то есть задача и то что мы читаем у посла Павла посланники весянам он говорит что иных он поставил да для заседания его царства и раздал дары то есть так же самое как и у вреев есть национальное призвание и так то что один из теологов говорит Израиль является не только объектом божественного избрания сколько субъектом служения которому Господь призывает с его избранием так мы видим что евреям нужно было спасение в Ветхом Завете чтобы они стали и исполнили свое призвание избрание мы должны расценивать не как привилегия но как обязанность Бог избрал Израиль чтобы иметь возможность открыть себя Израиль и через это другим народом так говорит второзаконие 4 глава и 8 глава послание римлянам 11-12 Павел говорит то что мы читали что без полноты да без полноты язычников не придет без полноты язычников не будет благословения но так же Павел в 11-12 говорит такие слова 25 он говорит что не хочу вас братья оставить не вене а тайне сей чтобы вы не мечтали о себе и что ожесточение произошло вызвали отчасти пока не войдет полное число язычников а в 12-й стихе он говорит очень важные слова если падение евреев их богатство миру и оскудение их богатства язычкам тем более он говорит полнота их интересно Павел использует это слово полнота и для евреев полнота и для язычников полнота это еврейское используется это общее слово что должна быть полнота в церкви и евреев и полнота язычников следующее интересно что бог использует евреев для свидетельства всему миру интересно что Иисус тоже говорит такие слова а когда вы примете силу Святого Духа на вас сойдет Святой Дух вы будете мне свидетелями от Иерусалима и все иудеи до Самарии до края земли Иисус утверждает конкретно Новый Завет утверждает что евреям нужно такое же спасение и такое же свидетельство как и язычникам Павел утверждает что и евреи и не евреи должны быть вместе так как им нужно этим двум частям церкви им нужно спасение так Иисус говорит Иисус четко говорит что нужно проповедовать в Иерусалиме Иисус заповедовал что надо проповедовать что он уплатил цену за наши грехи и воскрес что правильное отношение с Богом это быть доступным через кровь Иисуса на основании веры и покаяния веры и покаяния на протяжении веков евреи также спасались мы знаем много историй мессианская община мессианское служение это факт того что мы стоим на том что говорили раньше другие мессианские евреи другие которые всегда на протяжении веков оставался остаток не не было такого что церковь заменила еврея или стала новым Израилем то что мы говорим что мы верим в прогрессивное откровение согласно которому каждая последующая книга Библии дает дальнейшее откровение о Боге и его программе и послание к римлянам показывает всю несостоятельность вот этой теории двух заветов что для евреев не нужно спасение весь новый завет показывает нам что евреям так же как язычникам нужен Иисус и задача верующих это чтобы чем более что больше и больше евреев вошло в этот полноту вошло в полноту то есть и для язычников и для евреев остается вот это понятие полноты полнота полнота язычников к римлянам павел говорит послание к римлянам он говорит о том что приоритетное положение евреев и теологически что бог заключил да с ними завет и следовательно исторически им принадлежало быть проповеданную слову божию некоторые теологи возражают и говорят проповедь благой вести марк артур пишет проповедь благой вести в первую очередь евреям служила нескольким важным целям это выполняло пророчество ветхого завета как сказано в исае 2 это выражало жалость господа иисуса тем кто пролил его кровь и к тому после чего воскресение после своего воскресения он повелел проповедовать его благую весть и марк артур и джон скотт говорят только о том почему почему важно было проповедовать евреям историческая ценность но это недостаточно понимания то что мы говорим плерорма плерорма недостаточно понимания описания то есть не оттеснена тема проповедования и вот это слово римлянам 1 16 сказано во-первых иудею потом эллину и там написано интересно что ибо проповедовать надо евангелие спасению всякого верующего и дальше идет очередность указывает что евангелие нужно спасение нужно как еврею так и не еврею итак первенство то что иисус говорит оно относено к погибшим домам офсов израиля иисус говорит я пришел в первую очередь погибшим офсов дома израилевым но также это говорится о том что идет речь о приоритете исторического отношения и митч глазер пишет здесь идет речь не только о приоритетах в историческом отношении но потому что ишуа принес евангелие евреям раньше так им доверены святые истины божия итак выражение во первых идей указывает что в настоящее время евангелие надо нанести прежде всего евреем и церковь должна признать это это значит что все верующие должны искать евреям и свидетельствовать их но все верующие должны заботиться Чтобы Евангелие достигло евреев. И это задача церкви, так как церкви лежит ответственность рассказать о Христе еврейскому народу. Одна из причин, почему мы должны проповедовать евреям, чтобы приблизить день пришествия Христа. Следующее. Проповедь евреям также важна, чтобы Бог доверил евреям нести слово для других наций. И этой цели избрали. Потому что тогда евреи понесут Евангелие по всему миру. Что говорит книга Захария, что 12 неевреев захватится за полуевреев, 12 неевреев за полуевреев. Они спрашивают, где твой Бог? Книга Откровения, 7 глава. После всего я взглянул, и вот великое множество людей, которые никто никогда не перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояли перед престолом акцов в белых одеждах, с пальмами и ветвями в руках. Об этом говорится. Итак, спасенные евреи через Иисуса, да? Спасенные евреи должны занять свое место в теле Мессии. Павел призывает проповедовать евреям и язычникам. Потому что понимает, что настоящая церковь состоит из евреев и язычников. Павел так и делал. Он проповедовал тем и другим. Иисус говорит, а у меня есть другие овцы, которые не с его двора. И тех надлежит мне привезти. И возвращение Иисуса произойдет только тогда, когда в церковь войдет полное число евреев и полное число язычников. Рассуждение, что евреям не нужен Христос, и о том, что церковь заменила Израиль, не выглядит основательно. И в 1948 году, и в сегодняшний день это показано нам. Если Бог отверг свой народ, то почему появился Израиль как страна? То есть сверхъестественно, без объяснений, и все были против. Но Израиль появился. И Бог до сих пор работает со временем. Мы с вами доказательство того, мессианские общины доказательство до того, что Бог занимает не только церковью христианской, не только католической или православной, или протестантской, но Бог занимается и евреями. Он всей церковью занимается. И следующий главный для нас вопрос, и то, что Писание нам отвечает, а что делать с теми евреями, которые уже уверовали в мессию? Кто они, старый Израиль или новый Израиль? Если они ходят в церковь, в общину, и кто мы с вами, как мессианская община? Поэтому ответ в Писании говорит, что Бог занимается своим народом, и евреям нужно спасение. Пусть Господь всех нас благословит в этом, пусть мы укрепимся в этом. Еще раз читайте эти места, и вы увидите всю полноту и все благословение Бога. Шалом! Я могу не прощать, потому что во мне есть прощение от Бога. То есть я это... Потому что я верю, что то призвание, которое Бог даровал народу, Бог никогда не отменял. Об этом сказал апостол Павел в послании к римлянам. Дары и призвания не подлежат пересмотру.